Мы сегодня поговорим о Пасхе. У нас праздник Пасхи сегодня, и вот об этом мы как раз и поговорим. О глубине этого праздника, о смысле этого праздника, о значении этого праздника. Хорошо, давайте откроем все вместе исход 12 глава. Для тех, кто впервые пришел, вы меня вчера не видели, я пастор в данной церкви. Уже много-много лет, я не дяденька со стороны, я как бы вроде здесь главный. Но не всегда бываю. Хорошо, ну не потому что прогульщик, просто есть много разных еще ответственностей. Хорошо, итак, исход 12 глава. Вы смотрите в текст, но я буду своими словами, потому что текст очень большой по объему, а нам нужно увидеть всю глубину этого текста и разобраться о каких-то важных моментах о праздновании Пасхи. И я буду, возможно, немножко учить об этом, используя такие, я дам несколько пунктов, что я увидел в празднике Пасхи. Я хочу такие классические, фундаментальные вещи озвучить, обновить в нашей памяти, потому что это основополагающий праздник христиан. Это то, на чем базируется наше верование. Иисус Христос воскрес из мертвых. Ай да молодца, да? Ладно, это немножко разбавить серьезность данного вопроса. Мы шутим, во Христе можно шутить, если кто-то думает, что церковь это, чтобы место плакать. Нет, это место не плача, это место радости. Потому что если Иисус воскрес, Он же не умер, а воскрес. И когда кто-то оживает, это же особенно еще и был мертвым, но ожил, это не вызывает слезы, это вызывает радость и счастье, и торжество. Поэтому в данном собрании вы чаще будете смеяться, чем плакать и веселиться. Потому что мы любим Господа, Бог любит нас. Что еще надо человеку? Это вызывает веселье и радость. Хорошо. Итак, если мы пойдем по тексту, по тексту 12 главы книги Исход, то мы увидим, есть такой принцип первого упоминания в Библии. Если вы что-то хотите понять более в истинном свете, и что на самом деле Бог хочет нам сказать, тогда действует такой принцип толкования Библии, первого упоминания чего-то в Библии. Еще раз хочу напомнить, Библия – это не одна книга. Правильнее сказать, Библия – это библиотека, потому что это книга, которая состоит из множества книг, написанных разными людьми по вдохновению Духа Святого. Все эти люди жили в разные времена, но писали об одном и том же, в разном ракурсе, в разных образах, в разных ситуациях, но писали про одно и то же. И эти 66 книг канонических, которые определенным каноном были признаны как Библией, Эти 66 книг, есть книги Ветхого Завета, есть книги Нового Завета. Еще раз, это не одна книга. Поэтому, если мы будем изучать Библию и будем смотреть на текст Священного Писания, то мы увидим первое упоминание Библии, в Библии как раз этого праздника Пасхи, именно в этой главе, книга Исход, 12 глава. И, значит, здесь раскрыт истинный замысел этого празднования. Это, если это первый раз используется, значит, Бог здесь закладывает фундамент или тот ракурс, в котором нам необходим, и контекст, в котором нам необходимо разобраться в глубине празднования этого великого праздника всех верующих людей. И вот в этом контексте слово Пасха, само слово Пасха, я сейчас немножко занудство скажу, потом будет интереснее и веселее, но я не могу не обойти, чтобы не дать вам определение этого слова Пасха. Так как Старый Завет или Ветхий Завет его называют, он был написан на древнеарамейском языке или древнееврейском языке. И для тех из вас, кто верит, что Иисус был русский, я хочу вас разочаровать, он был евреем. Потому что я, помнишь, Серег, мы общались с этим парнем, с одним, который там ремонтировал что-то, когда я ему сказал, что Иисус не русский по национальности, а еврей, он в шоке был. Он говорит, в смысле? Я говорю, ты что, реально думал, что он в Иерусалиме, русский? В Иерусалиме, там вся движуха была в Израиле, и он там каким-то боком на воздушном шаре, на чем он туда добрался, как... И родился от еврейской женщины, но вышел русский. Так, а Мария что, не русская? Я говорю, Мария, прикинь, еврейка тоже. И вообще там все евреи. Ну, он, конечно, был шокирован тогда. Я прям ему луну открыл, не знаю, какую-то новую планету. Так вот, это слово означает, буквально оно означает выход. Или исход. Выйти откуда-то, я бы контекст такой добавил, с высоко поднятой головой. Это не побег ночью. Всех снотворным в Египте там напоили, они все стражники уснули, и они потихоньку на цыпочках вышли, миллион человек. С детьми там, с хозяйством, со скотом своим. Нет, друзья, они выходили оттуда, как победители. Итак, Пасха, это исход, причем не побег, а исход победителей. Второе значение этого слова, оно буквально могло означать, как тебя что-то миновало или прошло мимо тебя. Когда мы говорим слово Пасха, значит, что-то прошло мимо. Причем, что-то, что прошло мимо, это плохое прошло мимо. Пагуба, беда прошла мимо тебя. Третье, как использовалось это слово, или в каком контексте его говорили, это слово могло буквально означать перепрыгнуть через что-то, перескочить через что-то. То есть, никакое препятствие, то есть, это прыжок через препятствие, перепрыгнуть определенный барьер, преграду на твоем пути. И вот если смотреть в этом контексте израильского народа, который один из основных народов вообще человечества, через призму которого рассматривается все творение, вся жизнь на земле, этот народ, который не самый лучший, не самый многочисленный, не самый большой, но выбранный Богом, чтобы на нем Бог проявил и показал свою славу. Причем сам этот народ появился при скрещивании, ну, неправильно скрещивании, ну, как симиляция, или как правильно сказать, смешение двух народов. И слово еврей буквально означало кочевники, без родины, без флага, как многие из нас. Ни того, ни другого, ничего в жизни. И вот они, у них не было постоянного места жительства, они БОМЖ были. Кочевники, в палатках жили, в шатрах жили. Смешанный народ. И вот этот народ попал в выго рабство. Он был захвачен и пленен Египет. В то время эта нация была, как сверхдержава в современном концепции сегодняшних стран. Как сверхдержава, супердержава. Они обладали влиянием, они обладали властью, они захватили множество народов, у них была одна из самых сильных экономик в то время, одна из самых сильных армий в то время. И они захватывали народы. И одним из порабощенных народов были евреи. И эта нация находилась в плену. Причем они находились в этом рабстве и находились на тяжелых, очень ужасных работах. Что такое рабство? Рабство это когда у тебя нет своего жилья, когда у тебя нет нормальной социальной жизни, устройства, нет права выбора, ты работаешь не там, где ты хочешь, ты одеваешься, живешь в том, что не твое. То есть ты лишен полностью выбора. И вот они жили так 430 лет. Ни одно поколение выросло в этом, под властью этого влияния рабства. Они могли потерять свою идентификацию, свою идентичность, потерять свою связь с поколениями. То есть представьте, от них вообще ничего не могло не остаться. И вот они живут в этом рабстве, и Бог посылает к ним Моисея. И Моисей это вошь, предводитель Божьего народа, который приходит вытащить их из этого рабства по зову Бога. Не сам Моисей такой супергерой, его Бог в это приглашает. И вот в 12 главе он говорит про исход, про то, что теперь они накануне этого выхода из рабства, он говорит им о праздновании Пасхи. И есть несколько пунктов, которые есть в этом тексте, которые нам надо понять про Пасху. И прежде чем я к ним перейду, если я, конечно, успею по времени, если что, вам придется за мной бегать и спрашивать, что за пункты ты нам еще не рассказал. Ладно, не прошло. Ну, значит, вам не надо это. Хорошо. Еще очень важный момент, прежде чем нужно добавить еще несколько данных, чтобы нам всю картину увидеть. Есть два понимания празднования Пасхи. Накануне выхода из рабства, когда народ выходил из рабства, был свой контекст празднования этого праздника. И когда они уже вышли из рабства, этому празднику придавался другой контекст. В первом случае, это был буквальный выход из проблемы, то есть из этого рабства. Это был буквальный исход. Во втором случае, они уже вышли из рабства. И теперь они должны были праздновать, как в знак памяти, того, что Бог для них сделал. Первое, это раз в жизни происходит. Я хочу на этом сделать акцент. Исход или рождение свыше, момент, когда человек спасается во Христе Иисусе, происходит однажды, как однажды человеку должно родиться. Это один раз. Не надо рождаться каждый год. Когда мы празднуем день рождения, мы празднуем память того, что случилось там какое-то время назад. Но в тот день, когда ребенок рождается, родители радуются моменту появления нового человека на земле. И это происходит один раз. А память об этом событии человек будет праздновать всю свою жизнь. Так вот, рождение свыше или исход из этого рабства происходит один раз в жизни. А потом я праздную этот праздник, чтобы мне не забыть, кто меня спас и кем я был. И я себе каждый раз напоминаю, стоя и занимая это место, эту позицию, я каждый день говорю, я праздную Пасху, как памятный день того, что Иисус сделал в моей личной жизни. И я не хочу забыть, откуда я пришел сюда, откуда меня вытащил Бог, что со мной происходило. Я не хочу этого позабыть никогда. Я хочу помнить это всю свою жизнь. Потому что это делает меня смиренным по отношению к какой бы успех в жизни или как бы жизнь не сложилась, в хорошую сторону. Я не хочу возгордиться и приписать это к себе. И сказать, что это я умнее других, лучше других. Я каждый раз себе напоминаю, ты был в рабстве, и Бог тебя спас. И его милость превознеслась над судом. Поэтому не забывай своей истории с Богом. Однажды мне кто-то попытался напомнить об этом моменте, что со мной было. Он говорит, да ты просто сам это смог. Я говорю, я сам никогда в жизни бы не смог. Это Бог. Я много раз пробовал это сделать сам, у меня ничего не получилось. Это Бог сделал. И я помню свой день рождения свыше. Оно произошло 1 июля 1998 года. Я принял Христа в свою жизнь, будучи очень потерянным человеком на земле. Никакого будущего, никакого настоящего. Одно горе и слезы для меня и для окружающих меня. Но после этого в моей жизни наступил новый этап и новый период, новая эра. Все стало по-другому. И на сегодняшний день я уже 26 лет в этом путешествии со Христом. И Бог добр, все еще добр и благ ко мне. Аминь. И поэтому первый пункт в праздновании Пасхи, первый пункт, это время. Время. Есть конкретный день, который Бог назначил праздновать этот праздник. И когда я говорю вот в этом контексте спасения и памяти, спастись и помнить, я хочу сказать, друзья, нельзя быть опоздавшим, принимая спасение. Иногда кажется человеку, что Пасха это будет постоянный момент в жизни. Постоянный. Нет, друзья. У этого есть день. Есть день спасения. Есть день спасения. Мой день спасения 1 июля. Бог назначает день нашего спасения. И поэтому, когда ты проповедуешь своим родным, друзьям, знакомым, близким, случайным людям, знай, есть день спасения, поэтому ты не имеешь права молчать. Есть день спасения для человека. И когда Бог тебя побуждает с кем-то говорить, значит, этот день приближается. Значит, этот день наступил для этого человека. И мы не можем промолчать, потому что Пасха празднуется в конкретный день. Время играет очень важное значение. Всему свое время. Мудрый Келесиас времени целую главу посвятил в своих повествованиях. Всему свое время. И как важно, чтобы мы не были опоздавшими. Чтобы мы не пропустили день нашего посещения. Что касается спасения, знайте, этот день приближается к жизни тех, с кем вы дружите, потому что вы спаслись. И через вас Бог приближает этот день для тех людей, которые живут рядом с вами. Поэтому не молчите и не стыдитесь Христа. Не будьте слишком скромными и не будьте слишком пугливыми. будьте смелыми в том, что Иисус сделал для вас. Потому что если вы пропустили день вашего спасения, вы бы сейчас не жили так с Богом, как вы живете на протяжении какого-то времени. И многие бы вещи вы бы упустили. Поймите, это ключевой день, судьбоносный день в жизни человека, день его спасения. Что касаясь празднования в память, то в этом случае нам Бог помог. Это конкретный день в календаре. Мы живем по празднуем в основные праздники. Наш календарь в России так рассчитан и приближен к тому, как празднует православная деноминация этот праздник. Мы не хотим с этим спорить, конфликтовать, согласны, не согласны. 5 мая так 5 мая. Мы собираемся здесь как семья. И в этот день мы все помним, что Бог сделал для каждого из нас лично. Что Бог делал, что Он сделал, что Он будет делать. Мы собираемся, чтобы почитать Его, праздновать Его спасение и не забывать, откуда мы пришли и откуда мы взялись вообще. Поэтому, памятные дни мы собираемся на празднование Пасхи. Мы можем сделать концерт, можем сделать служение исцеления, мы можем что угодно сделать как семья, чтобы помнить и праздновать Пасху. Для кого-то этот день еще и день спасения может настать. Но в данном случае на следующий год будет другая дата, потому что там есть свое сложное вычисление на 14-й день от того-то до туда-то там. Ну, кто-то этим взялся и занимается, упростили нашу жизнь. Мы просто открываем календарь на 2025-й год и понимаем, в 25-м году Пасха будет в такой-то день. И мы просто соберемся, чтобы праздновать. Может ли быть Пасха в какой-то другой день для нас? Конечно, мы можем как семья однажды собраться с родными, близкими, друзьями, знакомыми. И каждый раз, когда мы вспоминаем, что Бог сделал для нас, слушаем свидетельства друг друга, по сути, мы празднуем Пасху как памятный день того, что Иисус сделал для нас. Аминь! Время играет важное значение. Поэтому не пропустите. Мне повезло, я так это называю, я не пропустил день своего посещения. Со мной на то собрание пришло множество людей. Кто-то фыркал, не соглашался, ушел, пропустил, не принял. Я благодарю Бога, что я принял. Я не пропустил. 26 лет радуюсь во Христе Иисусе, что я не пропустил. И я советую всем не пропускать день встречи с Богом. и помнить все, что Он делает для нас. Второе, что играет очень важное значение. Скажи вместе со мной инструкция. Мы, русские, ненавидим инструкции. Что за идиоты их придумали? А потом в помойном ведре ищешь эту инструкцию. потому что то, что надо было собрать, ты никак собрать не можешь. Я столько раз бился головой о стену, когда я пренебрегал инструкции. инструкции. Ведь они же не зря их пишут, рисуют. В народе поговорка такая родилась «семь раз отмерю, один раз отрежь». Особенно, когда я чуть-чуть стал соприкасаться со стройкой, я стал понимать, надо читать инструкции. Я вам рассказывал эту веселую историю про дверь. Первый косяк, который произошел, это то, что я не совсем правильно понял, какого размера нужна дверь. И дверь моя оказалась на 20 сантиметров, потому что не читал инструкцию, где-то вот настолько она оказалась короче. То есть у нас был проветриватель. А потом великий комбинатор, у него много названий в моей интерпретации. Он на меня, на меня он не имеет права обижаться. Может быть на вас обидится, но на меня нет. Он у меня и в Варфоломее, кого-то, как я тебя только не называл, да, из Теха. Ну, короче, он вообще ненавидит инструкции. Первое, когда у нас что-то с ними получилось, он говорит, дебилы, что сделали, вообще все неправильно. Но когда потом мы целый совет собрали и просмотрели инструкцию, у нас все стало на место. А по первому, вот в первом в исполнении все было вообще неправильно. Короче, он говорит, они не под этот размер двери сделали, не вот это, короче, надо перевернуть. Я смотрю на это, думаю, ну, не должно быть так. Вы знаете, вот внутренность противится, а факты говорят о другом. Вот так же и в праздновании Пасхи. Кто-то говорит, или вообще, ну, вообще во всем. Слово Божие это своего рода инструкция, чтобы тебе находить лучшее решение и находить лучший результат в своей жизни. И чтобы Пасха мимо кассы не проходила, там была очень четкая инструкция, как ее надо было праздновать. Там все было по деталям расписано. Иногда люди говорят, что у меня в семье не так получается? Я говорю, читай инструкцию в Библии. Всякому мужу глава Христос. Всякой жене глава муж, которого глава Христос. Христос. Оу, Чизтос, помоги нам. Всем женатым мужчинам от меня лайфхак. Сейчас дам, подождите, я еще не дал. Когда ваша жена что-то просит принести, попросите инструкцию. Где конкретно лежит? Я даже вам творчески хочу копнуть. Дайте каждому шкафчику, каждой полочке имя. Там дизина, например. Или еще ну как-то там творчески подойдите. И напишите везде это. Потому что когда вам говорят иди принеси это, ты идешь оно там. А там у тебя и там у твоей жены это разные вещи. Причем она это находит, ты никогда не находишь. Поэтому нужна инструкция. Где конкретно? и насчет цвета тоже уточните. Потому что цвет, который говорит жена или женщина и цвет, который видит дальтоник мужик это разные цвета. То, что она называет черный не факт, что это черный в твоем понимании. Казалось вроде простые вещи, но столько раз я говорю вот же это. Она мне говорит вот. Говорю, ну это же не черный. А какое? Или будет страшнее зеленый. Вот зеленый это вообще страшная вещь. потому что мой зеленый и с теми оттенками зеленый в ее палитре красок я говорю, ну это же не зеленый. А какое? Я говорю, ну как это? Это не зеленый. Поэтому инструкцию бери. У начальника бери инструкцию. Так вот и с Пасхой точно так же. Они не должны были нарушить инструкцию. Они должны были осмотреть Агнца тщательно 14 дней и там не должно было быть никакого порока, никакого пятнышка. Они должны были заглянуть во все места, между ног, под хвостом, везде. На самом деле это был очень тщательно осмотр. Ой, я сюда смотреть не буду. Если священник не посмотрел туда, и там было бы пятно, которое Бог не примет, это был бы дефект, и это бы уже было неправильное празднование Пасхи, а значит губитель бы вошел в их дом. Очень важно было соблюдать инструкцию. И в нашем случае нашим магницем стал Иисус Христос. И все, что нам теперь нужно делать, нам нужно воспринимать Иисуса как мудрого царя. И все, что Он говорит нам делать, все Его слова воспринимать всерьез. Потому что Он знает, что Он просит от нас, когда Он что-то нам предлагает сделать. И поэтому наша цель смириться и выполнить условия инструкции. Условия инструкции Слова Божьего, они для всех нас должны быть настолько внутри, мы перед ними смиренны и послушны, что у нас должно вызывать хоть какого-то противления внутри, против хоть небольшого какого-то условия. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя все благословения сии. И если будешь тщательно исполнять заповеди его, одно из обещаний, которые говорятся в выполнении инструкции, и будешь только на высоте, но не будешь внизу, и будешь давать в долг, но не будешь брать взаймы, враг семью одним путем выйдет, а семью побежит от тебя, откроет добрую сокровищницу неба, благословен ты при входе и при выходе, благословен ты плод чрева твоего, благословен плод скота твоего, благословен твои вот эти запасы, и у тебя запасы будут, поэтому так важно и соблюдать инструкцию. Номер три. Место. Праздновать Пасху можно было на том месте, о котором укажет Бог. И когда мы говорим о идее спасения, спастись человек может в любом месте, его не надо тащить в храм, не надо везти в Иерусалим. Люди могут спастись там, где он встретился с проповедником Евангелия. Будет это туалет, автобус, улица, офис, поликлиника, больничная палата или камера предварительного заключения, без разницы. любом месте, где проповедуется Евангелие, человек тотчас может принять Христа и праздновать Пасху своего спасения. Для этого не нужна пафосность, торжественность. Важно, чтобы кто-то проповедовал и кто-то внимал тому, что ему говорят. И когда человек там, где он не находился, сказал, стань моим Господом и стань моим Спасителем, в этот момент происходит празднование Пасхи и исход и старого образа жизни и начало нового образа жизни. Но когда мы говорим о праздновании Пасхи как семья, в этот день мы собираемся в храме, не дома, а я сам буду праздновать. Для этого Бог собирает семью за своим столом и мы как семья во Христе приходим в храм, чтобы праздновать Пасху и вспоминать о великих делах Божьих. И каждый из нас делится своим словом, своим свидетельством, делится тем, что с нами происходило. Поэтому праздновать праздник надо в том месте, которое Бог укажет. Для спасения Он указывает любое место. Он говорит, нет никаких проблем, где люди будут принимать мое спасение, но чтобы вы как семья праздновали, приходите в храм, место, где небеса открыты. халлилуйя. Это так здорово. И четвертое, четвертое, что я вижу в этом тексте, это риск и полное доверие. Когда мы начинаем праздновать Пасху, мы должны понимать, что нужно было зайти в квартиру, ну в дом, да, они были в определенном доме. Они ели агнца внутри дома, всей семьей, но они вынесли кровь на косяки перекладины своего дома. Они над дверью нанесли кровь, и сами находились внутри здания дома, а снаружи была кровь. И губитель, когда шел, он видел кровь и в этот конкретный дом не мог зайти. Но довериться, что это сработает, оно находилось в решении конкретного, ну, конкретной семьи. им нельзя было покинуть все, чтобы они не слышали, что происходит на улице. Паника, крики, кто-то плачет, кто-то там ужасы какие-то происходят. Они должны были полностью доверять себя тому, что кровь на косяках и перекладинах остановит губителя. Доверие играет очень важную роль в праздновании этого праздника. Доверять тому, что говорит Бог. Доверять тому, что Он от нас просит. Полное доверие и полный риск в том, что это сработает. Я хочу, чтобы мы поверили сегодня, что губитель не войдет в наши дома из-за Пасхи, которую мы едим в Доме Господнем. Из-за Агнца Иисуса Христа, который живет в наших сердцах, губитель не войдет. И знаете, что это говорит? Это говорит, что у нас должно произойти смена ожиданий. Доверие меняет смысл и то, что мы ждем. У меня был такой сезон, я был верующим уже какое-то время и пастором, и служителем, и много проповедовал, был главным спикером многих таких конференций по всей России. Но у меня были такие ожидания, что что-то плохое произойдет, плохое, плохое. Я иногда мог закрыть глаза и видел аварии, какие-то ужасные вещи, приближающиеся в мою жизнь, какой-то бред. И у меня пришла мысль такая, думаю, ведь сатана не может войти, когда Бог защищает тебя. Почему до меня вообще эти мысли приходят? Почему я живу в этих ожиданиях? Почему я вдруг думаю, что Бог допустит, что со мной это может случиться? Заболею, авария, что-то плохое придет и все такое. И я стал вспоминать эту интересную книгу Библии Иова. Говорит, разве даром богобоязнен Иов? Ты же взял и защитил его. То есть существует очевидная защита Бога, чтобы определенные вещи в твою жизнь даже никогда не добрались. Никогда не добрались. Но по какой-то причине христиане живут в панике и в страхах и в каком-то депрессухе из-за того, что где-то сломлено доверие в самое элементарное обетование, которое Бог обещал, что он наш щит, ограда наша, он наше спасение, он наш покров, живущий под кровом Всевышнего, покоится, говорит Господу, ты прибежище мое, ты ограда моя, ты моя защита, не убоится стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут возле тебя тысяча и десять тысяч, но к тебе не приблизятся. Если кто мне не верит, посмотрите бой с тенью, хотя бы там поверьте. Ну так говорит Писание. Я стал думать, почему, по какому праву, и вдруг у меня пришло, я верю в какую-то ложь, я согласился с какой-то ложью, которая в свою очередь последствия этого обмана это то, что у меня ожидания пришли. Вот то, во что ты веришь, такие ожидания формируются в твоем сознании. Если ты веришь всемогущему Богу, и веришь, что Он к тебе благоволит, всем сердцем, всей душой своей, Он любит тебя, и Он пришел, чтобы дать тебе все намерения во благо, а не во зло, и дать будущность и надежду, что если ты в это полностью полагаешься и растворил это в своем сердце, знай, что тебя ждет. Тебя ждет ожидание лучших новостей, потому что Писание говорит, ожидание праведников радость, потому что праведники ожидают правильные вещи, здоровые вещи, благословенные Богом вещи. И вот недавно у меня есть одно такое мое личное приключение в вере, я что-то так зацикливался на этом, что-то так вообще в какую-то знаете яменную эмоции какую-то упал, находился в этом состоянии, думаю, как, как, я зациклен, жду решения там какого-то, и все это вот, ну как-то знаете, давит, давит, а потом посреди этого я слышу внутри, скажи, это день хороших новостей, лучших новостей, я такой сквозь какие-то там свои бурьян какой-то своих эмоций, я говорю, это день лучших новостей, мы едем с Ритой в машине, я же песню сочнил, это самый лучший день, лучших новостей, рэп давай читай, там, провозглашал, там, короче, там, не знаю, что Рита в этот момент думала про меня, но, короче, лучшие новости грядут, лучшие новости приходят, лучшие новости, лучшие новости, только я начал это провозглашать, смс прилетает, и там какое-то одобрительное хорошее решение пришло в мою жизнь, я думаю, вау, Бог благ, потом через день я такой перестал это делать, у меня опять эмоции вниз пошли, Бог мне опять говорит, эй, продолжай, я говорю, опять, это день лучших новостей, но уже без рэпа, уже без Адора, через, сквозь не могу, так трудно было рот открыть, так трудно было начать провозглашать эти вещи, так трудно было опять говорить, я только начал, опять, ба-бам, что-то прилетает, или звонок, или еще, какие классные новости, там кто-то решился, этот-то решился, думаю, вау, Бог великий, потом я понял, не надо останавливаться, надо говорить, день лучших новостей, Пасха, это день лучших новостей, Иисус воскрес, Иисус воскрес, это день лучших новостей, Бог меняет наши ожидания, братья и сестры, Бог меняет наши ожидания, мое полное доверие Богу, открывает передо мной ожидания другого в своей жизни, поэтому доверяй Христу, губитель пройдет мимо, в твой дом не войдет, потому что ты полностью доверяешь Иисусу, его защите, его благости, его доброте, его любви, утвердись в этом, укоренись в этом, пусть это слово пустит глубокие корни в твоем сознании, в твоих мыслях, в твоих решениях, воображай это, представляй это, просто рисуй себе эти картины, как Рита в детстве, вот она же где-то проповедовала это, как она придумывала себе, что у нее есть гараж, а в гараже все есть, ну что надо было в 80-е, сигареты Мальбора, портвейн португальский, ну в той картинке ее жизни, джинсы Левис, майки гуси, потом много лет прошло, мы с братом встречаемся, я говорю, слушай, Вова, ты не помнишь, где гараж у нас, где в гараже все есть, а говорит, нет, гаража никогда не было, она его выдумала в своем воображении, потому что и так хотелось, чтобы у нее был гараж, совсем, только там никогда не взять ничего нельзя было, но он был, для всех ее сверстниц он был, поэтому мы ожидаем что-то лучшее, и чем я хочу завершить, у праздника Пасхи есть результат, есть результат, и есть четыре, как минимум, конкретных результата, которые тебя и меня ожидают от этого чудесного праздника Пасхи, первое, это праздник исхода и перемены жизни, потому что рабство закончилось, и теперь человек имеет жизнь новую для себя, теперь он имеет власть, ему восстановлены права, его идентичность, он сын Божий или дочь Божия, теперь новая жизнь, новые возможности принимать решения, это полная свобода, скажи, я свободен, словно птица в небесах, мы свободны, мы свободны брать ответственность за свою жизнь, принимать решения, даже если они будут неказистые, но я принял решение, я взял ответственность за свою жизнь, я больше не раб, не за меня решают, я решаю, я свободен от этого тяжкого бремени, грехов, этого давления, я новый человек, у меня крылья появились, у меня мечта появилась, у меня есть надежда, я свободен, второе, что было следствием или результатом исхода этого праздника, это не было ни одного больного человека, они все мгновенно исцелились, скажи, я прямо сейчас принимаю исцеляющую силу, прямо сейчас, из-за Пасхи Христовой, я принимаю, что мой организм способен долго жить, обновление органов, кровь очищается, вирусы уходят, опухоли исчезают, давление нормализуется, печень исцеляется, почки, желудок, все, глаза, уши, я могу слышать, я могу видеть, я здоровый, полноценный, и мне Бог дал долгую жизнь, долгую жизнь, долголетием насыщает меня Господь, долгая жизнь, и все, что я заслужил из-за своих неправильных поступков, Божья милость смыла с меня, все прощено, все омыто, никаких последствий за то, что я бедокурил, творил какие-то неправильные вещи, теперь я новый человек, новые обетования, я здоров. Третье, они не могли уйти оттуда нищебродами, с пустыми карманами, Писание говорит, они ушли оттуда, обобрав египтян, они ушли оттуда с обеспечением, скажем, принимаю обеспечение Папы, исход это мое выход из нищеты в обеспечение, я не говорю сейчас про вот эти вот супер излишества, золотые унитазы, вот эту всю дурь, я говорю про норму, хватает на обучение детей, на здоровье, на нормальную жилплощадь, на нормальное транспортное средство, нормальное питание, нормальное повседневное покрытие нужд, я имею на все достаток, на все, что потребно для жизни и благочестия, мой Бог, щедрый Бог, и я принимаю, что я не вышел с пустыми карманами, я обеспечен Богом во всем, в чем мне нужно будет пройти. и четвертое, я верю, что нам нужно утвердить четвертое, как никогда раньше, спасен однажды, спасен навсегда, это значит, я прошел свою точку невозврата, это как Елисей, который сжигает свой плуг и две пары валов, последнюю пару валов на языке тех, кто занимался животноводством и земледелием, это означало, я больше никогда не вернусь к этому ремеслу, я прохожу свою точку невозврата, я больше не вернусь к своей греховной жизни, следствием или результатом празднования Пасхи это полная вот, ну, холодность по отношению к тому, что было раньше, я не хочу туда-назад, я вышел оттуда однажды и навсегда, однажды и навсегда, результатом Пасхи должно быть полное избавление от прошлого, и Господь, я молю тебя за твою церковь, за каждого из нас, оттуда, оттуда, оттуда,